В Бендерах прошел литературно-музыкальный вечер к 135-летию актера, поэта и шансонье Александра Вертинского. Вертинский бывал в наших краях, собирал шумные аншлаги в Бендерах в 20-х годах прошлого века. Этот роман с Александром Вертинским исполнил почти 105 лет назад, но его до сих пор слушают и под него до сих пор танцуют. Дорогой длинной исполняли потом и другие певцы в России, Польше и Болгарии. А многие еще в детстве слышали строки романса в одной из серий «Ну погоди» в сцене, когда заяц уезжает в троллейбусе, а волк, которому дверьми зажало голову, бежит за этим троллейбусом. И вот этот романс звучит на сцене Бендер, за ним и танго Магнолия. Вертинский написал эту песню на гастролях по Бессарабии, возможно, исполнял эту песню и когда выступал с концертами в Бендерах. В этот город в начале 30-х артист приезжал несколько раз. Его творчество запоминающееся, нужно о нем всегда помнить. И он исполнял красивые романсы, песни, стихи Вертинского очень красивые. Мы выбрали песню «Танго Магнолия», так как посчитали, это одна из лучших песен. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре... «Танго Магнолию» на сцене не только поют, под него же и танцуют. Участники терраспольского клуба «Вернисаж» говорят, запоминать движение танца под ритм, заданный великим шансанье, было сложно. Мы в Театре «Вернисаж», мы танцуем танцы разных эпох, от Средневековья до послевоенной эпохи. Под Вертинского, честно говоря, мы еще ни разу не танцевали. Очень сложно, потому что у него ритм очень сложный танца. Там есть в одном и том же танце разные скорости, скажем так. И нужно было наше танго переложить на это, но это было очень интересно. У нас, я думаю, получилось. По мнению краеведов, Бендеры Вертинский приезжал как минимум дважды во время гастролей по румынской Бессарабии. Перед концертом Вертинский прогулялся по городу. На берегу Днестра, как вспоминал сам артист, к нему пришли строки песни «В степи Молдаванской». Ее впоследствии считали гимном всех разлученных с родиной. Звону дальнему тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, и российскую милую землю. Узнаю я на том берегу. Почему Вертинский? Потому что Вертинский в 20-30-х годах бывал в нашем городе. Здесь очень много его поклонников. К сожалению, многие уже, которые были на его концертах, не дожили. Но вот в память об этом человеке и в память о тех людях, которые любили Вертинского, мы делаем такие мероприятия. Ну и делаем потому, что, во-первых, он очень любил Россию. Он стремился 21 год вернуться в Россию. И вот сегодня мы об этом расскажем и покажем. Литературно-музыкальный вечер, посвященный певцу и поэту Александру Вертинскому, в Бендерах проводят каждые пять лет на юбилейные даты. Он написал больше сотни песен и сыграв в 24 фильмах. Великого шансонье нет больше полувека, но он по-прежнему остается символом русской эстрады. Дарья Булига, Александр Зелинский, ТСВ.